Хорошо, Вера, и я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1958 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Нашла. Защищаю ее, физический биоробот, поднимаю ее в нашу комнату диагностики и будь с ней. Один, два, три. Саша, а мне может стоять такой упал над ней? Вполне. Вполне. Там магия черная, поэтому все может быть. Там вот какая-то, как у нее, как невидимка, как это ее делает, то есть я плохо вижу. А, Раша, и... Я не подняла никуда пока, мы еще там, я вот смотрю, что это. Может быть. Ее надо поднимать вместе с этим, со всем. Давай, защитный костюм. А-а-а. Да. Защитный костюм, все, забирай. Один, два, три. И вместе с тонкой копией, Людмилу, поднимай ее в комнату диагностики. Один, два, три. Ну, мы здесь. Отлично. Хорошо, она становится на пересталк, наш скэнер. Так, и я даю команду, и мы приветствуем Людмилу. И интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, верит. Мы благодарим Людмилу и я, и становится его заложником. Один, два, три. Скэнер начинает работать. У нее защита стоит. У нее эти... Как гири. Как связана она по рукам и ногам. Так, защита или гири? Ну, отдельно защита стоит. Вот очень медленно все это идет. Как-то не подпускает мне что-то. А скэнер закончил работать? Нет, вот он сверху идет, но очень медленно. Давай снимем защиту. Клетку. Хорошо, и на счет три. Я снимаю защиту, и все уходит в клетку тюрьмы. Один, два, три. На счет три все расходится клетка в клетке. По частоте расформируется каждый интерферент. К своему каналу в своей клетке. В клетке лазерной. Один, два, три. Ну, на ней как колба. Как вот колба. Силой моего намерения я снимаю этот колбак. Он летит в клетку тюрьмы. Один, два, три. Сейчас она открылась. Смотри, вот у нее как вот этот купол над ней был. И сверху он еще закрыт был чем-то. Как тряпка какой-то. И на счет три я даю команду. И выстраивается канал от этого купола к ответственному. Один, два, три. Силой моего намерения выстраивается канал. И я притягиваю в эту клетку тюрьму. Все ответственные за эту магию притягиваются в клетку тюрьму. И становятся моими заложниками. Один, два, три. Силой моего намерения. Да будет так. Атаки есть. Ну, у нас есть мужчина здесь. Видела бы ты меня, сейчас у меня искры летят. И у меня, знаешь, кто у нас в клетке? Кто? В общем, они, как я и даже не знаю, сущности какие-то. Они с крыльями, с такими, как у них хвосты такие, как птицы. Не птицы они, я даже не знаю, как их назвать. Ищадие ада. Знаю, что это. Он притянул самых низких паразитов, которые только есть, которые исполняют как раз на такие желания черных магов. Ладно, сегодня с этим придурком закончим. У нас есть для этого средства. Хорошо, значит, у нас находится маг. Дальше. Купол его? Купол его с этой тряпкой. Потом вот эти, как две птицы, сущие, я бы сказал. Кто еще? Это и есть сущие, абсолютно верно. Гири. А гири от кого? Ну, он, как тяжесть у нее, вот у нее она скована по рукам, ногам. Кто ответственный за гири? Он же. Он же, да? Хорошо. Маг. Хорошо. Дальше. Пока все это в клетке, что давай сканировать. Хорошо. И еще раз включаем скейнер. Значит, три, один, два, три. Скейнер сканирует, находит все присадки, все импланты, любых интерферентов, любой магии. Все становится видимым. На ней какие-то пятна красные, но я так понимаю, это боль, вот голова, плечо. А вот эти сущие как разрывают ее как будто, то есть это раны. Ее, да? Да. Хорошо. Подходим к этим сущим. Они видят меня? Они видят, но они скалятся. Они скалятся? Направляя на них? Они под его защитой. А, они под его защитой. Хорошо. А ну поставь на них. Это органическая, не органическая вера? Органическая, да? Низкая, низкая вибрационная, Кейт. Хорошо, органическая. Нельзя. И давайте тогда... Ну вот, попей водички. Сейчас, да. Хорошо, поехали дальше. Водопадик может тебя охладить. Не, пока не надо, мне просто копье там в руках сжалось. Хорошо, давай сделаем следующее. Давай, во-первых, в первую очередь, я понял, у нас мы имеем дело с одним человеком. И сейчас мы сделаем, во-первых, прежде всего, реверс. Я даю команду. Смотри, он один. Вот он один. Но за ним еще несколько, я вижу, стоят. О, отлично. Отлично, хорошо. Вот хорошо, что ты мне подсказала. И я даю команду сил моего намерения выстраиваться каналы от этого мага к другим магам, которые участвовали в этом ритуале, которые причастны к этому. И они силой моего намерения притягиваются в клетку тюрьму. И становятся нашими заложниками. Один, два, три. Каждый стоит в своей собственной клетке. Да, будет так. А так и есть. Три мужчины и женщины. Вся банда споймалась. Хорошо, отлично. Все, Верочка, давай переходим к реверсу. А потом мы уже начнем тогда сделаем вырванные годы. Я даю команду тонкой копии Людмилы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкой вибрационной энергии в биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Людмиле. Один, два, три. Это у нас канал еще выстроился. Один у нее как собаки какие-то. А, отлично. Вот эти собаки и вот эти птицы, как их сущности, ну, как идет картинка, что они ее где-то поджидают возле какой-то двери. Хорошо. Собаки. Значит, вот эти сущности, они ее, ну, как клюют, едят, не знаю. Хорошо. Сосуд, в общем, эту энергию с нее. Сколько этих собак? Две. А собаки, две сущности, две собаки. И вот эти две собаки, они как бы вынюхивают ее, что ли. Это органические сущности? Знают, где они. Органические. Маячок зеленый-красный. Один, два, три. Ну, это... Ну, я поняла, что собаки это мыслиформа вот этого. Колдун, да. Они живые или неживые? Ну, я как фантомы их вижу. Хорошо. Поставим маячок зеленый-красный. Если они не живые, красный. Если живые, зеленые. Один, два, три. Красный. И открывается под ними портал в галактическое ядро. Один, два, три. Они улетают в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. Один, два, три. Готово. Отлично. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Как у нас с реверсом дела идут? Ну, вот смотри. Энергию она дает одному, а от него уже идет всем другим. Получается. Энергия она дает магу, а от мага идет энергия на всех этих паразитов, которые там рядом с ним участвовали. Хорошо. Значит, так и пойдет и назад. Шикарно. Ждем. Какая энергия? Жизнь? Она сейчас грязь идет. Грязь. Хорошо. Она отдает грязь. А вот этим сущностям на красно-черное что-то идет. Которую мы поймаем. Хорошо. А вот эти, которые там две тысяча диада, две сущности. Вот к ним красно-черное идет. К ним красно-черное. Хорошо. Но у нас получается два канала. Они могут разговаривать, эти сущности? Нет, они шипят только. Хорошо. Каждому по удару копьем. Два раза. Один, два, три. Каждый получает два удара. На их чистоте? А нет. Пытаются подняться. Возлететь. Шипят. Еще два удара каждому. Пока не лягут на пол. Похрепят они на полу. Ну так мне больше нравится, чем шипеть. Хорошо. Скажешь мне, когда ревер заканчивается? Ну, к ним закончился. А вот к нему идет еще. К сущностям закончился. К нему идет. Хорошо. Ждем. Ревер закончился, да? Да, закончился. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Один, два, три. И в порядке реверса. Людмила забирает всю свою чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили. Все, что у нее изъяли. Да, последние капли возвращает Людмила себе обратно. Она хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Красная энергия идет от сущностей и разноцветная от колдуна. Окей. Значит, сегодня колдун получит так, что демон останется без работы. Идет реверс назад? Да, энергии идут. Усиливается потоки в сто раз. До последнего микрона все, что украли у Людмилы, возвращается ей назад. Суща отдали. Так, а кого теперь просить снимать все с ее биополи? Что там у нее осталось-то? Ну, она поснимает своим намерением. Тонкая копия сама. Хорошо. И Людмила силой своего намерения сейчас вытаскивает все из своего биополя. Все чужеродное. Все, что к ней не относится. Все магическое. И оно зависает перед ней в воздухе. Формируется в большой шар. Черный шар. И сжимается. Наматывает на себя. Крутится и наматывает на себя все микроны магии, которые только могли еще остаться в ее биополе. Один, два, три. Ну, вот у нас эти гири назад притянулись. И какие-то как черные веревки. Как она связанная, что ли, ими было. Перепутанная, я бы сказала, больше, чем связанная. Это все висит сейчас в воздухе, да? Да. Я даю команду. Это все устанавливается на мага силой моего намерения. Один, два, три. Точно так же на него устанавливается этот купол, который он установил на дне. Один, два, три. Еще тряпка у нас какая-то есть. И эта тряпка, я имел в виду этот купол. И эта тряпка, которая еще осталась, устанавливается на него в тех же местах, где он установил Людмиле. Один, два, три. Готово. Хорошо. И силой моего намерения, я включаю это сейчас на полную мощность. С того момента, как он установил это магическое воздействие, до этого момента в течение трех минут он получает обратку назад. Все, что он дал ей. Один, два, три. Пошел свет. Знаешь, давай что-то такое на всех сделаем. Я думаю, что вот этой женщине больше всех надо это. Хорошо, давай установлю. Какая-то связь, потому что идет. Хорошо, давай их тогда соберем. Всех в одной клетке. Один, два, три. Все в одной клетке. И на всех это устанавливается. Всем поровну. Они подходят близко друг к другу. И на всех устанавливаются все их присадки, все их примочки. Вся их магия начинает моментально работать с огромнейшей силой, с огромнейшей скоростью. Один, два, три. Возвращаем все назад, что они дали. Людмиле. Все под куполом, они под этим сейчас. И что это дает? Не знаю, варятся они там. Закрыты этой тряпкой. Этот купол трясется. Перемотан они как она была. Начинает, отлично. Хорошо. И этот купол завязывается на них всех, обвязывает их. И включаем его на 200%. Один, два, три. Он уже включен. Энергию они отдали. Они под куполом сейчас, да? Они трясутся там, да. Хорошо. Трясутся. Ну, подождем чуть-чуть. Потом поговорим с ними. Они забирают сейчас в этот момент ту боль, которую они дали Людмиле. И каждая черная ведьма должна помнить о том, что она получит откат. И вот так он будет происходить. Это в лучшем случае. Давай пообщаемся. Стоп. И я обращаюсь к этому главному. Кто у них там? Кто у них главный? Загорается красная лампочка над ним. Чья идея была? Кто мотивирует всех? Один, два, три. Игорь. Игорь. Игорь, здравствуй. Ты помнишь меня? Он говорит, кто ты? Я тебе не знаю. Ты меня не знаешь, верно? А я знаю тебя, Игореша. Сегодня пришло время, когда я заканчиваю с тобой в том плане, что я у тебя забираю все твои магические дары. Ты заслужил это, потому что ты просто мерзкая сволочь и тварь, которая сидит и убивает людей. Ты это понимаешь? Ты согласен с этим? Он говорит, наша подруга умирает, и ей нужна энергия. И ты решил забрать ее. Какая подруга? Вот эта, которая рядом стоит? Да. Она по-любому умрет. И окажется в аду, где вы все вслед за ней пойдете. У тебя не получится забрать больше ни у кого энергии, потому что я тебя сегодня сотру полностью все твои магические дары, таланты. Я тебя сотру твою память магическую. Ты не сможешь больше ничего вспомнить. Ты, Игореша, это заслужил. Я тебя предупреждал о прошлом нашей встрече. Я думал, ты вспомнишь, но ты не вспомнил. Правда, я тебе память стер. Ну ладно, хорошо. В общем, пришло время платить по векселям, и поэтому я сейчас на счет три материализую на моей руке кольцо магическое. Один, два, три. Да. Подхожу, открываю его, и дую ему в лицо. Один, два, три. Ну оно как на всех пошло. Тогда добавим еще на всех. Все присутствующие получают. И еще один поток. Один, два, три. Говорят, что это. Узнаю скоро. Они, кстати, все представительные люди. Такие образованные, я бы сказала. У них сейчас начнутся очень большие перемены в жизни. Они даже еще не знают, на пороге какого счастья они сейчас стоят. Игорь, ты меня слышишь? Слышит. Хорошо. А ты помнишь какие-нибудь магические формулы, заклинания? Какое твое любимое магическое заклинание? Говорит, почему я в этих черных веревках. Абсолютно верно. И правильный ответ. Все правильно, Игореша. Вот так вот оно работает. Мы закончили с этими особями. Мы подходим к этой женщине. Кто такая? Имя назови. Ирина. Ирина, ты занимаешься черной магией? Ты знаешь какие-нибудь заклинания? Она говорит, я не знаю, о чем вы отпустите нас. Пожалуйста. Назови, пожалуйста, какое-нибудь одно магическое заклинание. Ты знаешь, Ирина? Хоть одно. Я не знаю, о чем вы говорите. Отлично. Хорошо. И кто у нас там? Еще двое остались, да? У нас еще трое мужчин. О, трое мужчин. А ну представьтесь, каждый представляется мне. Кто вы такие? Ну вот один говорит, я доктор наук. Второй говорит, а я учитель. Доктор наук. Как тебя зовут? Олег. Олег, доктор Олег. А наук каких, Олег, доктор ты? Инженер. Инженер, хорошо. А второго как зовут товарища, который там рядышком стоит? Андрей. Андрей, а ты кто, Андрюша? Учитель географии. Учитель географии. Молодец. Хорошо. А кто еще, Верочка, там есть? Ученик какой-то. Что за ученик? Имя назови. Сколько лет? Откуда? Как ты? Чей он ученик, Вера? Он ученик учителя географии, что ли? Я таки подумал, но я решил все-таки дождаться ответа. Понятно. Это они вместе там все это делают. Хорошо. И еще у нас там четвертый остался, да? Нет, все. Все. Отлично. Тогда сделаем такой-то театр какой-нибудь, чтобы они запомнили на всю свою жизнь. Давай я превращаюсь на счет три в огромного... Грея. Один, два, три. Говорят, нам что, всем один сон снится? И я подхожу к ним и говорю, что вы делаете на нашей планете? Вы хотели украсть наши секреты? Вы шпионы? Град, мы сейчас проснемся, все кончится. Ничего не кончится. Это только начало. Как вы оказались здесь, на нашей планете? Вы шпионы? Вот этот ученик с тобой разговаривает. Говорит, привет. Здорово. Ты понимаешь, что ты уже никуда больше не уйдешь сегодня и не проснешься? Ну, он говорит, привет, мы земляне, мы не навредим тебе. Хорошо. Скажи, а не связан ли ты случайно с черной магией? Я не связана. Видимо, у вас тоже есть на планете. У нас много что есть, но ты связан с ней. Знаешь ли ты какие-нибудь магические заклинания? Нет, но я интересуюсь этой темой. Хорошо. Ты знаешь, что это очень опасная вещь? Говорит, что меня тянет туда. Если делать правильно, там нет опасности. Вот, как раз твое присутствие здесь подтверждает то, что ты ошибся. Ты здесь именно потому, что ты применял черную магию. Ты попал на планету тюрьму для тех, кто занимается черной магией. Он говорит, я не занимаюсь. Ты не занимаешься, ты мне врешь. У тебя учитель есть. Это мой учитель географии. Это учитель географии. Он тебя приручает к черной магии. Ты уже применял черную магию? Нет, но у меня есть книга. У тебя есть книга. И насчет три. Эта книга притягивается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Вот они разговаривают между собой. Мы говорим, что с ними все друг к другу. Я думала, это мой сон. А книга здесь. Отлично. И на их глазах эта книга посередине размещается перед клеткой. Один, два, три. И я сжигаю силой моего намерения, голубым пламени, любви абсолюта. Один, два, три. Книга сгорела. Это говорит ученик. Это же все не настоящее. Это все настоящее, Андрюша. Хорошо, друзья мои. Ну что, придется вас отправлять туда в тюрьму на 800 лет. Вы готовы? Нет, конечно. Вы хотите назад? Да. На землю? Нам надо назад. У вас там дела остались? Ну, они начинают паниковать, что происходит. Происходит то, что вы попали в тюрьму. В тюрьму для черных магов. Вы использовали черную магию. Я вам объясняю. Вы использовали черную магию. В соответствии с этим вы попали сегодня в распределитель. И здесь будет решена ваша судьба. Куда вы отправитесь за сколько столетий за то, что вы пытались убить человека по имени Людмила. Соседку вашу, соседку этого Игореши снизу. Вы понимаете, о чем идет речь теперь? Нет. Хорошо, Вера. Мы им реально все стерли. Все. Я убедился. Просто хотел удостовериться. Хорошо. Произошла ошибка. Будем возвращать вас всех назад на землю. Вы готовы уходить? Да, верните нас назад. Хорошо. Возвращаем вас назад. Никому не рассказывайте о нашей встрече. Вы поняли? Никому. Так ли, глянемся, говорят. Хорошо. Иначе я приду снова. И на счет 3. Открывается перед каждым портал на его чистоту. 1, 2, 3. И они все уходят на свою чистоту. Забывают дорогу назад. Забывают все, что здесь было. 1, 2, 3. Портал. Отлично, Верочка. Все. И на счет 3. Я меня убираю эту голограмму. 1, 2, 3. Ну, хотелось попробовать. Да, у нас здесь еще купол этот остался. Нитки. Купол, нитки. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все улетает в галактическое ядро на переработку. В чистую энергию. 1, 2, 3. Сущие эти остались там, да? Да. Открывается портал на их чистоте. И они уходят на свою чистоту. 1, 2, 3. Возвращаем тонкую копию Людмилы. В систему Биоробот Душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке. К каждой из виленки мозга происходит полная синхронизация. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Отключайся от Людмилы. И возвращайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok